Три килограмма в день. Такое количество мусора приходится на одного жителя Кубани. Полтора миллиона тонн бытовых отходов в крае получили всего за пять месяцев. Из такой арифметики вырисовывается картина маслом, а точнее мусором. Сейчас в крае больше трехсот свалок. Из них всего лишь 13 имеют лицензии. Но по своей сути, даже они, по словам специалистов, ничем не отличаются от несанкционированных свалок. Это тот же кусок земли, только с официальными документами, на котором просто складируют тонны отходов. Система уборки мусора по евростандартам в крае должна заработать через два года. К этому времени на Кубани рассчитывают построить девять современных мусорных полигонов. Каждый из них сможет принимать отходы сразу из нескольких районов. Такую задачу сегодня на совещании перед главами муниципалитетов и руководителями краевых и федеральных ведомств поставил губернатор Александр Ткачев. Чтобы избавиться от стихийных залежей отходов и создать цивилизованную мусорную инфраструктуру, придется вложить около 7 миллиардов рублей. Но если инвестировать их с умом, заметил Ткачев, то в будущем в борьбе с мусором это только сэкономит деньги и сохранит экологию. Мы тратим на ликвидацию огромные деньги, а ВОЗ и ныне там, к сожалению. Только берем в одном месте, вы знаете, лучше меня тут же образуется. В другом это и пищевые отходы, это какой-то картон, банки, склянки. Ну это ужасно. Мы должны выходить из такого абсолютно несистемного подхода к мусору во всем мире. Это вопрос номер один. У нас есть шанс немножко, знаете, выйти из этой грязи и чистить свой край. Это серьезная революция, коллеги, это серьезное преобразование в крае, тем более в курортном крае. Экология здесь всегда была на первом месте, всегда была первозданная, всегда здесь смотрели и оценивали ее. Сейчас в крае уже работает один современный мусорный полигон в Новороссийске. В сентябре подобный комплекс должен открыться в Тихорецке. В будущем такие мусорные полигоны будут включать в себя не только места для захоронения отходов, но и заводы по сортировке и переработке мусора – пластика, макулатуры или стекла. Там же отходам будут давать новую жизнь. Полученное сырье намерены продавать для вторичного производства, например, картонных коробок. Еще раз подчеркну, ни у кого такого масштаба, о котором мы сегодня говорим, и такого уровня требований на самом деле нет. Все, что мы сегодня создаем, это мы создаем впервые в нашей стране. К созданию новой сети по уборке мусора в крае подошли с математической точностью. Для расчета числа полигонов учитывались плотность населения и количество мусора на человека. Для строительства комплекса в крае определили 9 точек. В список вошли Крымский, Тимошевский, Абинский, Новокубанский, Услабинский, Староминской, Тихорецкий и Белореченский районы. Еще в трех должны определиться, на чьей территории будет стройка. Каждый мусорный полигон будет работать по системе межмуниципального сотрудничества. К примеру, на Белореченске будут свозить отходы сразу из нескольких точек края. Сочи, Туапсе, Абширонска, Горячего Ключа. В целом Белореченск выиграл. Мы получили инвестиции в размере 600 миллионов рублей. По новой свалке есть вопросы? Нет, нет вопросов. Люди уже воспринили как должное? Есть полное взаимопонимание. Но в Крымском и Айбинском районах люди высказались против строительства полигонов в отведенных местах. Власти просто не объяснили, что новые комплексы – это не свалки под открытым небом, которые наносят вред окружающей среде, а целые фабрики по хранению и утилизации мусора. Определили земельный участок, стали выносить изменения в генеральный план, в результате чего вышли на публичные слушания, на которых получили отрицательный результат и работа, в общем-то, встала. Приняли решение опять о подборе нового земельного участка. Хотя я считаю, что такой центр для того же Крымского района, с учетом реализации ближайшие пять лет, он бы дал дополнительный прирост поступлений в районный бюджет муниципальный, но раз в пять больше, чем они сегодня собирают. Тормозит начало строительства мусорных полигонов, где должны появиться современные комплексы, не только недоверие людей. Главы некоторых муниципалитетов не могут или не хотят найти конкретные участки земли под застройку. Из-за этого строительство полигонов постоянно откладывается на потом. Мы делаем большое дело. Мы впервые делаем, как Олимпиаду делали, как Формула-1, как многое то, что в крае происходит сегодня. Впервые. Я знаю, что многие главы, разные службы, федеральные, краевые, муниципальные, саботируют решение этого вопроса, что разработана дорожная карта по европейским стандартам. Но, к сожалению, никто не хочет смотреть в эту сторону. Все находят разные уловки. Я не знаю, или бизнес здесь чей-то, или как-то еще тяжело вопрос идет. Коллеги, хватит, валят дурака. Я, так сказать, не потреблю вот такого отношения. Мы кардинально хотим решить с вами эту проблему. Это первое и последнее совещание. Дальше исполнение. Дорожную карту, не на стол, пожалуйста. Значит, и в каждом районе три месяца на выделение земли, коллеги, значит, три месяца. Экология не только визитная карточка, но и источник дохода в Кубани, заявляет Александр Ткачев. За чистой природой в край каждый год приезжают тысячи туристов. Сейчас все районы должны равняться на Сочи, подчеркивает губернатор. Там за несколько лет в прямом смысле удалось улучшить окружающую среду. По оценкам международных специалистов, воздух в Олимпийской столице стал чище в два раза. Отчасти и потому, что построили современный мусоросортировочный завод. Чтобы сделать уборку отходов культурной, понадобится не один год. И здесь строительством полигонов и заводов не обойтись. Не менее важно привить людям культуру утилизации мусора. Как минимум, раздельному сбору отходов. Александр Иванченко, Антон Калиниченко, Валерий Пятов, 9 канал, Краснодар.